Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами остаетесь на влиянии. Я снова сегодня один. Юра Аскеров. Юра, добрый вечер. Будьте благословенны. Welcome back. У нас сегодня с тобой, ты меня поправлял перед эфиром, это девятая программа «Встреча с тобой». Да. И, друзья, если вы не смотрели предыдущие программы с Юрой Аскеровым, вы очень много потеряли, но потеряли не все. У нас есть в записи эти программы, также они есть на Ютьюбе. Ты даже больше знаешь, что на Ютьюбе они чьи я. Да, да, да. Они на Ютьюбе, да? Да, есть. Поэтому на Ютьюбовском канале это «Импакт он веб». Вы ходите, ищете «Импакт он веб» на Ютьюбе, и там целый ряд, и не только на нашей встрече с тобой, но целый ряд предыдущих программ с другими собеседниками, служителями, что я имел. Ну, по-русски оно идет как «Импакт влияния», и оно показывает все программы. Понял. Да. Спасибо, Ютьюбе. Спасибо. Итак, мы будем сегодня беседовать на тему, тема будет очень интересная, это тема «Страх». Что такое страх? Должен ли он иметь место? И что это такое? Тебе слова. Хорошо. Я просто дам сейчас характеристику этого понятия. Почему, друзья, это очень важно? Потому что это встречается и в нашей христианской среде. Страх – это внутреннее состояние, обусловленное грозящим, реальным или предполагаемым бедствием. С точки зрения христианства это антивера, вызывающая бесовкойство, панику, а также похожие действия. Но если мы смотрим сегодня на страх, мы его давайте разделим на три части. А поговорим заодно. Первое – это Божий страх. Другими словами, это страх, который иврит называет благоговейным страхом. Страхом перед святым. Это страх, когда человек просто в благовении находится пред Всевышним. Он, с одной стороны, радуется, но благоговение. Что такое благовение? Это высшая форма почитания. Второе – это, будем говорить, естественный страх, который есть в нашей жизни. Например, у меня страх высоты. Я боюсь высоты. И если меня поднимете на довольно большую высоту, у меня немножко трясутся ноги. Я боюсь. Я это, знаешь, как называю, Юра? Я это называю Богом заложено в нашу физиологию и в нашу психологию. Так называемое искусство или инстинкт самосохранения. Самосохранение, да. Эти инстинкты, они очень важны. То, о чем мы говорили с тобой до эфира, и наши зрители не знают, мы говорили до эфира, что если убрать эти инстинкты, естественно, Богом заложено, не природа. Говорят, природа заложена. Это Бог заложил. Это в физиологию Богом заложено, генетически вложено в нас, запрограммировано. Что когда ты видишь опасность, ты стараешься избежать этой опасности. Я приводил трагический случай. И выражая соболезнования, также пользуясь случаем в эфире, благословенная семья, мои хорошие друзья, это служитель Анатолий Петрик, потерял сына. Потерял сына, упал с огромной высоты. С огромной высоты, когда они делали селфи с молодежью. И он любил это. То есть его тянула высота. 17 лет юноша, 17 лет. И такой действительно был, говорят, по свидетельству многих. Это в Сиатле произошло пару недель назад буквально, друзья. Проживающий в черте Большого Сиатла, вы знаете, о чем я говорю. И на одном из очередных селфи на огромной высоте, 600 метров, он упал. Так сказать, был потрясающий похорон. Но благо, что он ушел к Господу. Вот мораль, эта история какова, что Богом-то заложено вот эти инстинкты у нас. Это правильно. Это даже по Писанию, когда матушка своему чаду, своей дочери или сыну, который бегит к газовой плите горящей, и матушка останавливает, говорит, попечешься. А ребенок-то хочет попробовать, попечешься он или не попечется, или опечется. Пока ручкой своей беды не наделал. Поэтому это второй вид страха. Это то, что Бог заложил. И третий. Мы называем его как бы демонический страх, потому что этот страх, он вызван определенными действиями, определенными силами и так дальше. И вы знаете, что очень часто, очень часто этот страх бывает и среди верующих людей. Было время, когда я в церкви Юфании вел радиопередачу. У меня была радиопередача, библейский час с Нуре Аскеровым. И Геннадий Сагун, благословенный брат, который руководил этой станцией, он давал эти программы на разные радиостанции Америки. И получалось так, что практически по всей Америке, где были русскоязычные, ну, русскоязычное население, эти проповеди звучали. И мне очень часто звонили люди, и они говорили о своих проблемах. Почему? Потому что у меня проповеди больше были сориентированы на то, как победить проблему. Почему это важно? Мы с вами говорили, было время, было время, когда я, будучи новообращенным, у которого было очень много проблем, я приходил к многим служителям и говорю, помогите, братья. Они мне говорили одно слово, иди смиряйся, все. И получается, когда в 93-м или 94-м году, 94-м, потому что у меня родился сын, мы были в Киеве в церкви Сандея тогда, и впервые я услышал проповедь, как победить депрессию. И благодаря этому для меня был толчок делать эти проповеди, размышлять над этими темами. И вот буквально мне позвонила одна благословенная сестра. Она позвонила, она рассказала свою ситуацию. Ситуация была примерно такой. Долгое время она смотрела за своей больной мамой. Мама была лежачей. Ну, это было несколько лет, мама умерла. И она мне звонит, и она рассказывает эту ситуацию, и говорит, я боюсь. И я задумался, Господи, чего она боится. И вы знаете, когда мы иногда слушаем по телефону то, что говорят люди, мы слушаем людей, и параллельно мы молимся. Потому что я не знаю, я не вижу сердца человека, я не вижу, что там внутри. Это знает только Дух Божий, который знает это и может открыть. И Дух Божий открывает, что это проблема, это проблема, которую она боится, чтобы ей не оказаться на месте мамы. То есть мама была лежачей. И я ей говорю... Другим словом, что глядя на жизнь, на болезни, на какие-то аномалии, на то, через что родственники проходят, в тяжелейшей болезни, то ли это особенно раковое заболевание, особенно связано, наверное, с этой смертельной болезнью, как раковое, кэнсер. Глядя на жизнь, где-то, как мы говорим, подспудно, где-то внутри зарождается страх. А не передаст ли это генетически, по родословной мне? Не будет ли это моей судьбой? Да, не будет ли моей судьбой? И мне пришлось делать две передачи на радио. И я позвонил этой сестре и говорю, вот, пожалуйста, вам ответ. Нет, первая передача, как это все работает, то есть как страх старается сделать так, то есть как сатана хочет обмануть нас, потому что это обман. Юра, ну ты знаешь, что когда ты идешь на обследование к врачу, обязательно заполняя перечень по линии семьи болезней всевозможных, первый из вопросов стоит, болели ли твои родственники таким заболеванием? Почему это? То есть там генетически все-таки есть генетика какая-то? Но ты говоришь, что все-таки есть другой вид и другой метод освобождения от этого страха, генетического, это путем Слова Божьего. Да, мы за это будем говорить. Мы за это будем говорить. И вторая передача была сделана на основании того, как мы можем выйти из этого состояния и не бояться. Хорошо, мы часто говорим, что есть отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции, то есть нас обманули. Страх это в большинстве обман. Почему? Это антивера. Другими словами, есть вера Божья, а это вера другого, то есть другого существа. Почему это так? Если вера Божья поднимает человека, страх опускает нас. Если вера Божья показывает нам, как говорится, наши горизонты, показывает наше благословение, страх показывает нашу безысходность. Хорошо, апостол Павел говорит, извне нападения, изнутри страхи. Что это такое? Хорошо, из внутри страхи. Но мы смотрим контекст. Кому было написано послание? Хороший вопрос. Хороший. Мы смотрим снова же на положение церквей. И мы знаем, что в большинстве вот такая церковь, как Коринф, она принесла очень много проблем в жизни Павла. Почему? Ну, во-первых, это была церковь, вернее, город, который находился на 8-километровом перешейке, то есть между Грецией и полуостровом. Другими словами, моряки не плавали кругом этого полуострова. Почему? Потому что там были постоянные бурь и штормы. И греческая пословица говорила, если ты хочешь умереть и не видеть свою родню, плыви тудой. Попадешь в шторм. Да, да, да. Но что сделали греки? Они сделали вот этот 8-километровый перешейек между двумя морями. Они перетаскивали корабли вручную. И посреди этого города стоял Коринф. И вот вы, может, слышали такое выражение «Сизифов труд». Да. Кто такой был Сизиф? Сизиф – это был первый царь Коринфа, которого, ну, по греческой легенде, ихние боги наказали чем? Бессмысленным трудом. Он катил камень на большую гору, выкатывал камень, катился снова вниз и так дальше. И вот мы смотрим, ни одна из церквей не принесла Павлу столько проблем, сколько коринфяне. Извините, были и разделения, даже, извините, был человек, ну, мы знаем, который спал своей мачехой. Возможно, эта мачеха на 10 лет была младше его, но, извините, она была женой его отца. И еще, кроме этого, коринфянская церковь не признавали апостольство Павла. Да, я понимаю. И он укорял их в это. Да. И он говорил им о том, что все-таки он Богом поставлен, апостолом. Я понимаю, да. И это очень важно. Но мы немножко отходим, как бы, от нашей темы. Хорошо. И мы видим, да, были страхи. Извините, но если Писание говорит, что даже у Соломона, царя огромной империи, и, извините, у которого было очень много золота, серебра, были боевые колесницы. Юра, ну вот смотри. Был ночной страх. Был ночной страх. И вот 7-10 человек охранял. Сколько с нашими людьми, общаясь, с родственниками. И когда мы получаем диагноз, то ли смертельный, то ли не смертельный, полусмертельный, то ли ведущий к смерти, оно как-то естественно сжимается наше сердце. Вот я сегодня буквально перед эфиром беседовал с одним человеком. И он получил, там врач дали диагноз. Буквально пару часов до встречи этого. Врач дали ему диагноз о том, что если, так сказать, не отремонтируешь часть своего тела там где-то, то это приведет к раковой болезни. Ну это, слава Богу, что нам говорят об этом. Вот именно. Да, хорошо, что говорят. В 90-м, то есть в 84-м году, в 85-м году у меня признали облитерирующий эндетриит. Его называют рак кровеносных сосудов. И я уже зная это, я начал искать пути. Конечно, человеческие пути. Я начал и китайскую медицину исследовать, и гомеопатию, и другие вещи. Ну потому что я вышел из больницы, но мне не помогло абсолютно ничего. До уверования или как раз тот момент? Как раз момент, этот, 84-85 год. И получилось так, что, ну, ничего мне не помогало. И помог один, Всевышний. Он сделал чудо. Я в положенные 6 месяцев, я пришел к врачу, ну, мне сказали проверяться каждые полгода. Он посмотрел на меня, что ты делал? Я говорю, а что, я ничего не делал. А что такое? Что, у меня нету этой болезни? Говорит, нету. У тебя кровеносное давление и на той, и на той ноги нормально. Понимаете, благословенные? Я понимаю одно. Да, бывает страшно. Да, бывает все. Но Бог дает нам время. Это раз. Бог дает нам возможности. Вот недавно я посмотрел по ютюбу, вышла снова же наша сестра Снова Волынска. Ой, ее называли врачи кадрой. Потому что ей сказали, уже двое, то есть после химиотерапии ей детей нельзя. Но когда врач узнал, что она снова забеременела, сказал, от этой кадры можно ожидать все. Живет до сих пор. А тогда у нас в Нововолынске две женщины, это 95-й, если не ошибаюсь, они имели рак. Вся церковь молилась за них. И, слава Богу, до сих пор живет и та, и другая. То есть, другим словом, что мы имеем возможность эту цепь, ведущую цепочку, как мы говорим, звено в этой цепи может быть разорвано, ведущее к последствиям. Мы боимся о последствиях. Мы боимся о последствиях, которые приведут к потере наших близких или родных. И вот смотри даже, Юра, в тему. У нас очень обширная сегодня тема. На прошлой неделе я общался... Почему я тебе сказал на прошлой неделе? Это было не на прошлое, это было вчера. Я общался с человеком здесь, проживающим в черте города Сакраменто. И сынишка его, уже взрослый сын, сидит на наркотиках. И я увидел страх в очах отца, с которым я беседовал. Христианин. Да, христианин, хороший христианин. И я в беседе с ним уловил этот страх. И он говорит, я слышал, Юра, там похоронили одного, второго, третьего. И я своему сыну говорю, смотри же на жизнь своих, ушедших в вечность этих друзей. И говорит, ничего не могу сделать. И прямо говорит, мы уже готовимся ко всему. То есть такие элементы страха, они присутствуют. Они преследуют, особенно в случае с этим. И снова же, когда я был в Нововолынске, было очень много таких ребят, которых, ну, судьба уже, ну, извините, она жизнь прервала. Уже списала их история. Их списали врачи, и все. Но Всевышний их не списывает. Да. И самое главное, мы когда-то с вами говорили, если у человека есть желание, желание, снова же, оставить это все и служить Всевышнему, Бог благооставляет. Но, к сожалению, к великому и глубокому прискорбию молодые люди не хотят. Я понимаю, Юрий, я понимаю. И я скажу вам, почему. А ну-ка. Вы послушайте то, что проповедуется в церквях. К сожалению, временами. Я это слушаю часто. Да. Извините, если бы это была Нововолынская церковь, я бы с нее убежал бы. А ну-ка. Я бы с нее убежал. Приложи толкование. Дело в том, что прочиталось место, и полем, полем, полем ветер полетел. Все. Я много раз в своей церкви говорю, ребята, для чего это все? Людям нужно Божье Слово. Мне не надо вашей дедушке, бабушке. Мне не надо где что. Покажите мне Христа. Потому что о его жизни мы видим, во-первых, его служение, что он делал. Во-вторых, его миссию. В-третьих, его любовь и милосердие по отношению к нам. Или хотя бы, дайте, хорошую проповедь Луки 4 глава 17 в 19 стих. Для чего Дух Божий? Потому что мы привыкли, ну извините, я пятидесятник. Мы привыкли, я очень много проповедей слышу о говорении языками. Но извините, Дух Святой это не языки, дорогие, опомнитесь. Дух Святой это Бог. Ну ты добавляешь, это не только языки. Я хочу добавить. А ну-ка, это не только. Я хочу добавить. Но это, извините, и работа с людьми. Дальше, это и освобождение, это сила Божия, это благословение Божие, это объяснение Писания. То есть весь комплекс. Это комплекс. А мы взяли и мы проповедуем только одни языки. Это не все проповедуют. Но я не знаю, сколько я слышал. Понятно. Хорошо, благословение, давайте мы вернемся в старую тему. Хорошо, как многие люди еще получают страх? Вы знаете, довольно интересная тема, это похорон. Это похорон, особенно православие, которое говорит, что покойник должен лежать открытым и должен переночевать дома. Дома дети. И многие дети через это демонизируются, получают страх в свою жизнь. Может, не ярко выраженные демоны. Я стараюсь тебя поправить. Одно дело, когда демонизируют, и когда человек становится одержимый демонами, со всеми проявлениями этого... Не обязательно. Да. Не обязательно. Оно может быть скрыто. Демонизированный человек может быть скрыто. То есть как некий страх такой внутри. Потому что если мы напугаем наших зрителей о том, что человек может быть демонизирован, глядя на открытый гроб... Юрий, я привожу пример своей жизни. Мне не надо кого-то. Ну да. Я учился в интернате. Около вас. В четвертом классе, когда я учился, утонула девочка. Она была лидером. Помню, советская фамилия. Две... Короче, она и два парня. И теперь идут похороны. Через две недели их только нашли. И ее провезли через весь... То есть около интерната. И весь интернат всех детей собирали смотреть. Да, да. Извините, после этого я уже не мог находиться сам. Мне было страшно ночью. И только время, когда в шестом классе мне сделали операцию, и я должен был ночевать дома. Кстати, откуда традиция? Это от православия, я знаю. Это от православия. Американцы, кстати, не открываются. Да. То есть я не знаю, чем они мотивируются. А евреи хоронят в этот же день, когда человек умеет. В этот же день. И арабы тоже делают. Мусульмане тоже самое. А мы любим три дня смотреть. И скорбеть, конечно. И прочее. Поэтому, то есть похороны, они могут... Или присутствие на похоронах, глядя на открытый гроб, они могут повлиять, воздействовать для причины, для страха. Так я понимаю, да? Хорошо. Дальше я бы хотел сказать, откуда приходит страх. То есть я многое сокращаю. Дальше. Через заигрывание силами зла. Сегодня особенно через мультфильмы, через кинофильмы, силы зла стают доступными для людей, для детей. Почему? Потому что, ну, говорит, добродушное привидение. Ну, как это? Это же добродушный Каспер. Ну, как бы с Каспером поговорить? Там в подвальчиках дети, у нас подвалы на Украине. Они их там вызывают, они там что-то рисуют. А потом приходят домой в страхе, потому что они что-то видели. Юра, ты очень мягко говоришь. Ты посмотри на блэкбастеры последние игровые с приставками, которые. Там такие ужастики, там такие ужастики, что вот эти наши советского этого продукта и рядом не стояли. Там много убийств, там много крови, там много насилия, там много войн, то есть там настоящие ужастики. Хорошо. Еще несколько, как бы, путей, через которых они проходят. Через тату, имеющие демонический характер. Это очень интересно. Другими словами, когда однажды я готовил передачу, потому что мне сказали, что многие верующие начинают колоть тату. Я просто был удивлен, как это так? Верующие и начинают колоть тату. Юра, ты здесь сделай поправку. Настоящие верующие никогда не сделают. Это православные или католики. Ну, мы должны, так сказать, когда говорим... Юра, душа в нашей церкви, они по своему уровню, особенно молодежь, она идет на уровень православных. К сожалению. К сожалению. Вы знаете, душа кричит. И вот получается, я, когда готовил эту передачу, я посмотрел то, что говорят православные, то, что говорят пятидесятники с баптистами, и то, что говорят оккультисты. Дело в том, что татуировка, татуировка, она идет под греческое слово стигма. Стигма имеет три значения. Знак, татуировка и... Что-то еще. Да, еще. И вот получается, кто наносил эти знаки? Наносили священники, языческие, то есть свое божество. Наносили воины, своего военачальника и рабы. Другими словами, эти люди, которые носили только эти татуировки. То есть эти знаки. И вот, когда ты демонический знак, вот череп с крылышками. И оккультисты говорят конкретно, ты пригласил демоническую сущность в свою жизнь. Все. И они говорят, что уже этому человеку как бы освобождения нет. Но я понимаю, что если человек покаяться, Бог будет работать. Бог будет делать что-то в жизни этого человека. Ну да, ну а татуировка-то остается? Ну татуировка остается. Но сейчас есть методы, как их сводить. Юра, я знаю, что временами глядя на христианское телевидение, англоязычное, если 25-30 лет назад это было неприемлемо для христианского англоязычного телевидения, последние десяток лет, мы даже так с женой сделали некое наблюдение, вот такой тренд появился. За кафедрой стоит проповедник или проповедница и специально демонстрирует какие-то наколки. То на шее там камеры приблизит, то еще на руке где-то, то еще на плече где-то. И смотришь на проявление этого и думаешь, обожди, чем ты кичишься? И еще так демонстративно, чтобы видели, ну это для того, чтобы якобы, я сделал ресорч, думаю, для чего это делают пастыря? И демонстрируют это на весь мир на христианском телевидении. И они мотивируют тем, что мы должны приблизиться максимально к толпе, к тем зрителям, которые в этих, может быть, в наколках сидят. И мы то же самое делаем. Наблюдаю второе, Юра. У него на ушах вот здесь все в этих, ну, этих... Пирсик. Ну, это я этого слова не знаю. Как правильно сказать, это ты говори со мной простонародьем. Вот кульщики по-украински это... Или серьги, вот, серьги, да. Серьги понацепляет. То же самое. Говорю, зачем ты это делаешь? Делаю ресорч. Ну, подружился с Гоголем. Гоголь, он на все вопросы отвечает. И Гоголь мне говорит. Говорит, это якобы для того, чтобы максимально приблизиться на уровень этой толпы телезрителей, ну, чтобы войти в их сердца и тронуть вот их душу. Я думаю, обожди, неправильно ли, неправильно ли... И это вопрос на суд наших драгоценных телезрителей. Неправильно ли не опускаться на их уровень, на грех, на уровень их греха? Неправильно ли вытягивать за уши этих, которые на свой уровень? Зачем, извини меня, зачем я должен опуститься на их уровень? Пусть они подтягиваются на мой здорового разума, здравого мышления. Не так ли это? Хорошо. Я просто скажу одну интереснейшую вещь. А ну-ка. Оказывается, мы тоже носим знак. Мы тоже носим знак. Писание решит, что мы носим знак Духа Святого. Ну да. И делать какие-то другие знаки, принадлежности кого-то. Ну, просто я думаю, что это не целярность. Поэтому ты говоришь, что татуировки, о которых мы говорим, да? Это все-таки там много дьявольского. Да. И вы знаете, была одна передача, я тоже смотрел христианское. В Африке один человек, ну, это на Ютьюбе была выставлена эта программа, и он пришел, Бог где-то благословил его, и он взял очень много денег и сделал какую-то тату, типа христианский стих. И он пришел к пастырю и сказал это. Но он был снова обращенных. И пастыр сказал, Бог не хочет, чтобы ты этого делал. Но если ты хочешь отблагодарить его, благослови кого-то, сделай добро кому-то, вот это будет твоей благодарностью Всевышнему. Поэтому благочестивые очи, а особенно наших родителей и нас с тобой, благочестивые глаза, глядя на это богоотступничество, ну, просто скорбит сердце и кровью, и обливается. Я понимаю. И так мы идем дальше. Да, и я хотел бы теперь поговорить о том, что делает страх. Я кратко скажу, потому что дальше я хотел бы говорить больше о том, как выйти из этого состояния и больше в него попадать. Хорошо. Если мы смотрим, вот некоторые вещи, он делает нас неспособными делать то, что говорит Бог. Почему мы боимся? Мы боимся. Мы боимся завтрашнего дня. Мы боимся что-то начать. Мы боимся к чему-то приблизиться. Мы боимся, потому что кто-то обманул нас. Кто-то внушил нам страх. И даже, извините, страх, он как стрела. Мы однажды истись с моей благословенной супругой. Мы жили на девятом этаже. И было время, когда свет выключали. И уже где-то было темно. Это была зима. Перед нами выключили свет. Буквально где-то метров 30 мы не дошли до нашего подъезда. И моя супруга говорит, ой, Юра, кто-то там стоит. Я говорю, а кто тебе это сказал? Кто тебе это сказал? То есть страх, он как молния. Он моментальный. И, извините, он старается парализовать нас. И в данном случае он не дает нам возможности делать то, что хочет Бог. Дальше он не дает нам быть теми, кем Бог хочет нас видеть. И это тоже важно. Я знаю, на Украине много людей, которым предлагали служение, предлагали что-то делать. Люди способные, благословенные. У людей есть талант. У людей помазание есть. А я боюсь. А я боюсь. Юра, в контекст, я исповедуюсь в прямом эфире сегодня, что произошло на Новый год. Я решил сделать подарок одному благословенному, проживающему в Сиатле сегодня, благословенной в возрасте, уже ему 79 лет. В этом году, кстати, 80 исполняется. Но это, наверное, за того человека, о котором вы говорили. Так вот, может из-за того, может и нет. И буквально Орденмол, ты знаешь, где Орденмол, здесь в Сакраменто. Вот я должен был улетать в Сиатл навстречу с ним. И я зашел в магазин, в огромный мол, огромный. Я решил, от Господа пришло мне. Это благословенный партнер наш в служении финансовый. И молится много за нас. И думаю, я сделаю подарочек. Просто на Новый год я сделаю подарок. И я куплю несколько рубашек, вот несколько таких хороших. Не дешевый там за доллар, а дорогих. И, кстати, это исповедь в прямом эфире. Если моя жена слушает, она будет в восторге. Так вот, я зашел в этот мол, и я начал выбирать. Я узнал, какой у него размер. Я подошел к... Ты знаешь, что такое мол? Огромный. Я зашел в одну секцию, во вторую, в третью. В моей руке был кошелек. А там все кредитные карточки. Там все, 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 все. Да. Все, что связано с моей идентичностью. Всякие дроволайсенсы и прочее. И мобильный. Мне только подарили новенький мобильный. Да. Только айфон мне подарили. Тоже благословенный Юра Москаленко. Сделал мне подарок. И это. И я в одной руке это. Во второй руке у меня кошелек. Благо, что ключи я положил в кармане. И вот я выбираю. Смотрю, не подойдет. По цвету. Я в одно место. Второе. В третье. В четвертое. В пятое. Я вышел этих. Взял несколько. Трое или четверо этих кофточек и рубах. И я подхожу к кассиру. И с ужасом я обнаружил, что у меня нет ни кошелька, ни мобильного. Представь. Ты не представляешь мое состояние. Ты не представляешь мое состояние. Меня сразу бросило в холодный пот, а затем в жаркий пот. И я думаю, где я был? А я же был в разных секциях. От одного где-то там 500 метров до другого 500 метров. Где я положил, я не помню. И я подбежал к ней. Прям подбежал. Очередь стоит. Я говорю, я прошу прощения, кассирша. Говорю, позвоните. Наберите этот телефон. Вдруг зазвонит где-то мой мобильник. А потом думаю, я в магазинах обычно делаю его silent. Я понижаю звук, чтобы не раздавался. Думаю, если я его понизил, звук, все. И она начала звонить. Она извинилась перед очередью. И она начала звонить. Раз набирает. Второй. И я хожу с одного места в другое. Сто метров туда пройду. По всем секциям. Юра такой страх. И я думаю, так, это же смотри. Новый год. Мне надо улетать. Я не улечу, потому что все эти документы со мной. Все кредит-карты. Не менее четырех или пяти. Все дебит-карты там у меня. Все. Все. И мобильник тем более. Юра, это продолжалось где-то минут 10-15. Страх меня парализовал. Я снова к ней подошел. Очередь образовалась. Еще больше. И она звонит, набирает, набирает. Я куда не помню, где я ставил это, где примерял эти рубахи. И ты думаешь, что я сделал? И я, после того, как я понял, что я пропал, а история многих наших зрителей, они говорят о том, что когда ты теряешь, это наваливается на тебя куча проблем. Тебе надо возобновлять твою идентификацию, идти в ДМВ и прочее, и прочее. Это надо звонить в кредитную компанию, потом в банки надо звонить. Юра, так я в тему. Через 15 минут моего страха я встал в угол. И я, знаешь, что сделал? Я совершил молитву. И знаешь, какую молитву я совершил? Я говорю, Господи, от Тебя пришло мне на сердце сделать подарок новогодний вот этому благословенному служителю, дедушке этому, 80-летию. Говорю, Господи, от Тебя пришло. Господи, я знаю, что Ты не можешь меня подвести. А на ухо мне шепчет, а я его изгоняю именем Господа. Уже давно, там сотни людей уже прошло. Если где-то там и лежало, то там не лежит. А я говорю, Господи, дай мне сейчас, я так закрыл глаза, дай мне сейчас направление, в какую сторону мне идти. И как только я, Юра, как только я совершил молитву, сразу мне в разумление, иди в эту сторону. И я иду между рядами. Я говорю, я не лгу. Свидетельствует во мне совесть моя в Духе Святом. То, что я сейчас рассказываю в прямом эфире. И я между этими рядами, между секциями, иду, иду в один угол. И я чувствую, меня кто-то ведет. Ты со мной? Да. И я подхожу. Юра, лежит мой кошелек. И лежит мой мобильник. А оказывается, он насаял. Но я бы его не услышал никогда. Знаешь, что там произошло? В углу, в этом углу, в этой секции, я между рядами шел, ну, 100-150 метров. Между этими всякими одеждами. Это все на какой... Она как раз лежала на какой-то полке, там, в углу. Знаешь, что? Я соорудил там такой жертвенник. Я навалил груду камней, таких, как это сделал Авраам некогда. Я навалил. И я прославил Господа великой славой. Я подхожу к ней. И вижу, сияет эта продавщица. Она начала мне в счет этого какие-то даже дискаленты там делать. Вот как я победил этот страх. Хорошо. Если бы не пришло мне на разум совершить, в этот момент совершить молитву, ты знаешь, я бы лишился всего удовольствия. Ну, мы за это, если у нас еще время останется. Есть, есть, давай. Хорошо, мы смотрим дальше, что страх делает нас... Так ты даже не прославил Господа со мной. А ну-ка, Юра. Я рассказал, ты как будто... Я сказал слава Богу. Чудо? Это чудо произошло? Аминь. Ну, давай, продолжай. Дело в том, что и моя жена теряет кошельки, и телефоны, и слава Богу. То же самое, молимся и находятся. Представляешь. Да. Хорошо, ну, просто наша программа на сегодня... А ну-ка, давай. Хорошо, делает нас неуверенными и раздражителями. То есть страх. Дальше. Страх не дает нам возможности применять правильное решение. Вот это очень важно. Почему? Потому что, когда у человека страх, он метается в разные стороны. И, извините, мышление парализуется. Он бегает по молу туда-сюда. Да. Да, он бегает по магазину. Ну, я не только за это. А я за это. А я за это. Писание говорит человеку. И 365, и даже 366 раз написано «не бойся». Юра, ну, это де-юра. А вот де-факто. Да. Да, де-юра и де-факто. Дело в том, что у меня был случай. У меня был случай. Однажды нас вызвал в Москву человек наш. Я не знал, что он уже неверующий. Я не знал, что он уже, извини, продал нас. Отступник. Да. Я не знал. Но он считался членом нашей церкви. И когда-то был моим другом. И я везу с собой еще 10 человек. Когда мы приехали на место, мы поняли, куда мы попали. Денег на обратную дорогу. Но мы не брали. И снова же страх начал работу. Но тогда я очень много, как говорится, был в служении. Разбирал такие конфликтные ситуации. Помогал людям с Божьей помощью. И я ушел за здание. Упал на колени. Нет, я не падал на колени. Я ходил, потому что это было довольно людное место. Я сказал, Господь, я понимаю, что Твоя милость надо мною. Я понимаю, что я привез людей. Господи, я отвечаю за них. Господи, что мне делать? И я не знаю, как это сказать. Но я услышал такие слова. После самой темной ночи бывает утро Божьего рассвета. Все. То есть Бог дал мне обетование, что это дело, оно кончится. И для меня оно кончилось через месяца 2,5. Этот человек был опозорен. Мой авторитет среди ребят, с которыми мы ездили, он не пошатнулся. Почему? Потому что мы доверили Всевышнему. Хорошо. Но это мои переживания. И они были не раз. Потому что Бог проводит человека. А тем более, если Он выбирает его на служение, Он проводит его через разные ситуации. Для чего? А знаешь, как у меня однажды случай был? И один из, в одной из церквей я служил. И ко мне подошла пожилая женщина. У нее была там своя ситуация. И она говорит, вот эта вот ситуация. Ей, по-моему, 64 года было или есть. И она говорит, вот эта ситуация, это уже все. Это уже катастрофа. Жизненная катастрофа. Я говорю, сестричка, сколько вам лет? Она говорит, 64. Я говорю, когда вы уверовали, с детства. Я говорю, хорошо. Это первая ситуация в вашей жизни, что Бог не выходит вам навстречу. Я говорю, давайте перечислять. И мы начали перечислять. Начали перечислять с ее 12-летнего возраста. Что было в 12 лет у нее. Потом, что было в 18 лет. Потом, что было в 22 года. Потом, что было в 34 или 35 лет, когда там она, сына чуть не лишилась. И я говорю, смотрите, сколько милости Бог явил в вашей жизни. Говорю, разве Бог изменился, что вы говорите, в 64, когда вы столько, столько Бог вас провел, выручил, помог, поднял, восстановил, исцелил. Неужели Бог изменился в 64 ваше? Он не изменился. Он просто учит нас. Совершенно верно. Он просто учит нас. И если человек прошел урок, ну, сдал на двойку, он будет его перепроходить снова. Он будет его перепроходить. Особенно. Я недавно звонил одному человеку на Украину, на Волынск. Ну, он уже был, как бы, немножко в служении, и все, упал. И он меня спрашивает, Юра, почему? Я говорю, знаешь, дорогой, потому что Бог работает с тобой. Потому что Он выбрал тебя. Он не будет раскидываться теми людьми, которых Он выбирает. Но Он учит их. А учит для того, чтобы ты потом не сказал человеку, у меня этого не было, отойди, пожалуйста, иди смиряйся. То есть, ну, ты говорил ему, что Бог через покаяние возвращает. Да, я говорю. И это мы будем говорить. Хорошо. Дальше. Что страх? Снова же, страх парализует человека, не дает расти ему духовно, делает нас нервно больными, и иногда доводит до самоубийства верующего человека. Хорошо. Ну, теперь, друзья, для меня важно другое. Как нам освободиться? Избавиться от... То есть, это противостоять. И снова же, как нам избавиться? Это очень страшно. Но это очень благословенно. Я с этим знаком. Потому что практически с детства мы жили в Азербайджане. Когда мне было 3 годика, мы уехали туда. Мы жили в пустыне. Извините, ночью залазил и скорпион, и фаланга. Извините, залазила гюрза, самая коварная змея. Мы жили в месте, где было очень много волков. То есть, страха было много. И с детства, то есть, я научился бояться. Потом вот этот случай, который я рассказывал, он добавил. И вы знаете, ну, прошло время, где-то в 6-7 классе, я немножко начал избавляться от этого. Но полностью освобождение, оно пришло тогда, когда пришел в церковь. Почему? Слово Божье, оно дает освобождение. Почему? Потому что, вот мы сейчас сидим, вроде горит везде свет. Слово Божье, это свет, и оно показывает все в реальном свете. То есть, реальное положение вещей. Хорошо. Детские страшилки. Говорили, вот там черное, вот там страшное, вот там то другое. Хорошо, Слово Божье просветило. Ты не один. Тебя там не окружают страшилки. С тобой постоянно Бог. Дальше. Было то, что во снах, во снах, ну, начиналось что-то страшное. Я пришел, спросил у человека, противостой. Как? Во сне. И было то, что противостоял во сне. А знаешь как? Ну, ну, ты бегла, ты очень бегла. Ну, потому что я не знаю... Практически, ты практически... Хорошо. Знаешь, как противостоять во сне? Знаешь, как я противостою? Позволь мне практически чуть-чуть это интерпретировать, то, что ты бегло сказал. Когда во сне тебя что-то мучает, то ли ты руку залежал, то ли, может быть, не на том боку лег, то ли, может, пиццы на ночь наелся или тяжелые картошки с мясом. Знаешь, как противостоять? Кошмары могут сниться. Сразу старайся проснуться. Но это не в нашей власти. Юра, я... Поверь мне, что я практикую это. Я практикую, я знаю, я говорю так, я буду просыпаться, и этот кошмар меня преследовать не будет, потому что я на ночь наелся тяжелой картошки с мясом, и я просыпаюсь. Ну, у меня было немножко другое. Получалось так, что, как какая-то невидимая сила, она давила ночью. И получалось так, что во сне меня научили противостоять именем Иисуса. Это единственное имя, пред которым преклоняется всякое колено. Ну, Писание говорит, преклонится. Всякое колено небесных земли. А я в таких случаях еще, знаешь, как практикую? Кровь Иисуса Христа. Аминь. А, кстати, знаешь, от чего могут кошмары? Когда она смотрится на Ютюбе, всякой ерунды. Юр, тогда еще Ютюба не было. Боевиков. А сейчас, мы сейчас, а подожди, ты же не живи прошлым этим столетиям, ты живи тысячелетиям сегодняшнего дня, когда кто-то из зрителей или ваши дети, или ваши внуки насмотрятся на Ютюбе, насмотрятся где-то еще на каких-то порталах, или в кинотеатрах, или у себя где-то на своем. Вот вы смотрите сегодня «Импакт», а вот завтра вы переключили на первый канал российского телевидения, или какого-то еще, или американский фильм, какой-то боевик, и не мудреного, и секрета даже нет в том, откуда ночью могут прийти страхи. От «Импакта» никогда не придет страх и кошмар. даже если у нас фильмы транслируются, фильмы, те, которые несут в себе, ну, что-то такое, знаешь, на христианскую тематику, на воспитание семьи, на взаимоотношения, вот, от «Импакта», просмотра «Импакта», то ли на Ютюбе, то ли где-то на спутниковом телевидении, в кабельном телевидении, никогда не будет, никогда не будет кошмара. Ужастков никогда не будет во имя Господа Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса. Хорошо. Мне можно немножко бежать дальше? Хорошо. И как нам избавиться, как нам освободиться от этого? Самое первое, самое первое, это всегда в церкви говорят, это покаяние. Если есть в чем каяться. Ну, я был неверующий человек, я пришел с мира, у меня было в чем каяться, и я в этом каялся. Я понимал, что в жизни неверующего человека было много проблем. Было много проблем, чего-то хотелось, чего-то не хотелось, с чем-то встречался, с чем-то не встречался. То есть, я делал акт покаяния, и снова же, я советую, если есть в чем каяться, лучше покаяться. Дальше. Исследование Божьего Слова и его рекомендаций. Юра, снова ты пробежал. Юра, я не знаю время. Я знаю. Если надо, мы еще три программы сделаем на эту тему. Смотри, знал бы я это. Практически, написано как? Кто крал, впредник роди. Я понимаю. настолько покаяние, оно имеет действие. То есть, если ужастики смотрел, значит, кайся, приходи к пастырю, к служителю, пусть на тебя возлагают руки, пусть соберется совет старейшин, возложат на тебя руки и сгонят этого беса, демона. То есть, это покаяние называется. Не говори, господи, там что-то у меня где-то там было. Говори так, я с ребенком своим или дочь видела, как я смотрел или смотрел ужастики. Смотрел боевик, смотрел криминальную историю. Господи, я прошу прощения в этом. То есть, и с этим же можно прийти к пастырю, так или нет? Ну да. Или когда ты купил своему чаду ужастики, который называется PlayStation, да, ужастики, и купил, потому что ребенок бьет ногами по полу, папа, купи, 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 или мама, купи. И вы купили. И потом, когда вы видите, что с ребенком творится что-то неудобно-вразумительное, покаяние, знаешь, что делать? Это берешь и с третьего этажа, если у тебя дом десятиэтажный, с десятого этажа, вот, только не на голову спусти вниз. Как прохожим. А вот, или печку растопи, буржуйку. Ну да. Если у тебя нет печки-буржуйки, я возьму, у меня есть дома, кстати, печка-буржуйка, она хорошо горит зимой. Мы спалим эту PlayStation. Поэтому, вот что такое покаяние. Юра прилагает толкование, потому что ряд из наших зрителей, они не знают слова покаяние. Хорошо. Что такое покаяние? Это греческое значение мытоноя, это перемена мыслей, греческое тшува, возврат туда, откуда ты упал. Он предусматривает, мы уже на одной передаче говорили, первое, это покаяние разума, то есть, когда человек видит, что поступок, который он сделал, он нехороший. Второе, покаяние через сердце, то есть, внутреннее покаяние. Когда человек видит, насколько отвратительный этот поступок и его последствия на будущее. Дальше, он делает полное покаяние, это когда человек отказывается от этого, то есть, вертается назад. Возвращается. Да, да, да. То есть, что было, что он сделал нехорошее, он или уничтожает, или что-то наподобие этого, или отказывается от него, и дальше идет как бы полное покаяние. То есть, когда человек покаялся, и он уже больше этого не делает. Во-первых, это, наверное, идет на уровне разума, на уровне мышления. Затем, с уровнем мышления оно опускается чуть-чуть ниже на уровне сердца. Вне покаяния сердца, а только на покаянии на уровне мышления. Это не стопроцентного покаяния, потому что из сердца написано «исходит все». Это внутренняя величина сердца человека, где складирует все. Поэтому сказать просто «ля-ля-ля-ля-ля» этого недостаточно. Это недостаточно. Оно должно быть извлечено из сердца. Продолжаем. Оно снова же идет, как приходит вера. Идет разум, сердце. Да, совершенно верно. И уже сердце. Продолжаем. Хорошо. И мы смотрим. Ну, с покаянием мы немножко разобрались. Дальше. Советы Божьего Слова. Что Писание говорит нам к этой ситуации? Вот недавно на работе я иду и ну, что-то такое как бы я слышу внутри. Юра, вот это твоя будущность. Ты раньше проповедовал, ты раньше, как говорится, был на людях, ты раньше был евангелистом, все, а сейчас это твоя будущность. То есть работать. Да. Я говорю, стоп. Моя будущность Бог. Моя будущность Бог, это мое исповедание. То есть дьявол хотел стрелу тебя пустить, что... Ну, он пускает их очень часто. И когда-то, возможно, мы поговорим за шестую главу Ефесян. Да. Это огромнейшее всеоружие. Да. И получается так, когда мы, когда мы противостоем, он нам говорит, вот ты будешь таким. Нет, я не буду. Я буду таким, как сказал Бог. Все. Вот это, понимаете, почему? Почему я вот этой женщине, первой, которой я ответил, я сказал, женщина, судьба вашей мамы, это не ваша судьба. Судьба человека от Господа. Возможно, для вас Бог предусмотрел совсем другое. Несомненно. Да. Возможно, вы будете человеком, который будет помогать таким же людям. Помогать советам. Помогать действиям. Помогать, как говорится, своим опытом. Помогать. Бог провел вас. Вы это увидели. Вы уже не скажете другому человеку, слушай, извини, я этого не знаю. Вы это знаете. Так же, самый человек, который прошел через депрессию, он поймет человека, который прошел через депрессию, и он может помочь ему. Так же, самый человек, который когда-то сам прошел через страх и освободился от него, он может помочь тому человеку, который проходит через него. Дальше, очень важно, советы тех, кто проходил этим путем. Это очень важно. Почему? Человек уже прошел, человек был в этом. Например, человек боялся, ну, будем так говорить, оставаться сам в доме. В темной комнате. Вот я недавно говорил с одним моим братом знакомым, то же самое, он говорит, было, было, но, извините, человек рассказал, как он освободился. И снова же, Божье Слово, молитва, Дух Святой. Дальше, Божье Слово прочищало его разум. Потому что Божье Слово говорило, хоть ты один, но я с тобою. Дело в том, что человек соединен с Богом через завет. Он и Бог. Все. Написано, в страхе есть мучение. Я понимаю, в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Но Божье Слово, оно освобождает человека от страха, оно показывает. Оно показывает истинную суть вещей. Хорошо. Назидание на основании твоей индивидуальности. Потому что твоя судьба, это не судьба другого человека. Вот примерно то же самое, что мы говорили за эту женщину. Это была, извините, судьба ее мамы. Это была ее судьба мамы, но не ее. Дальше. На основании того, что тебе говорит Господь. Хорошо. Человек боится. Бог говорит, я с тобою. Я проведу. Я готовлю тебя. А человек говорит, Господи, ну я не такой. Да, я знаю, ты не такой. Я знаю, и я не такой. Но Бог, Бог, Он совсем другой. Извините, Он делает, Он не модифицирует машину. Он ее делает новой. Он делает новым творением. Давая человеку в сердце то, что будет в жизни этого человека. Но перед этим. Вот смотрите, есть в Писании такое очень интересное слово наказание. В нашей культуре это ремешком лупить. В Писании это имеет совсем другое слово. Это перевод греческого слова педагогия, еврейского поучительное наставление. И вот Бог кого учит, того, то есть любит, того и учит. Он учит его. Он проводит его. Для чего? Для того, чтобы человек мог служить другим людям. Ты помнишь это в тему, когда Бог призвал Гедеона в свое время? Его оправданиями были вот эти страхи. Да. Что он из родства, которые самые меньшие из племен. Что он самый маленький по возрасту. То есть он начал перечислять. А Господь ему говорит, иди с той силой, которая в тебе. Ты с нею победишь мадеонитян. То есть страхи могут быть и по возрасту. Из-за того, что я слишком мал. Что мое колено немногочисленное и прочее. Но вместе с тем, когда мы хватаемся за обетование Господне. Зная, что это незыблемый авторитет. И нет другого авторитета. Аминь. И нет другого имени. Аминь. Юра, в нас осталось очень мало времени. Это говорит, знаешь, о чем? Что мы продолжим. Нас осталось две минуты. Что мы продолжим эту тему. Ты чувствуешь, что мы практически ее не завершили, да? Ну, мы ее не завершили. Но я хочу просто, ну, немножко хотя бы. А ну-ка. Вот смотрите. Общение с верующими и просто с другими людьми. Чтобы молились за тебя. Ну, и есть исповедание. За исповедание я особенно хочу сказать. Ну, хотя бы пару секунд. Вы знаете, исповедание это говорит то же самое, что и Бог. Или же соглашаться с Ним. И вот, если тебе сила зла говорит о страхе, говори Божье Слово. Бог сказал, хорошо, что Он меня оправдал. Он меня нашел. Он меня омыл своей святой кровью. Он дал мне Дух Святой. Он готовит меня на служение. Он облекает меня силой. Он всегда со мною. Я не один. Другими словами, возможно, будет время. Мы поговорим еще за это. Можно я немножко напомню свой телефон? Пожалуйста, обязательно. Хорошо, друзья. Если вас заинтересуют семинары на такие темы. Темы души попечительства. У меня их много. Пожалуйста, звоните. Мой телефон. 916. Ты не туда смотри. Там камеры нет. Ты смотри. Вот камеры там. 916. Это РЕКОД. 588 0588. 588 0588. Ты знаешь, в свое время знаменитый один автор, он написал книгу «Homo sapiens». «Homo sapiens». И он изложил там три страха, преследующие человечество. Три. Три вида. Мы с тобой коснулись намного больше. Он отметил страх голода, страх войны и страх возраста, по-моему. Вот эти три. Мы с тобой коснулись намного глубже. Ну, у меня это тоже есть. Тем более. Он светский. Но это знаменитый автор. «Homo sapiens» знаменитый автор, знаменитая книга. Это я еще со студенческой скамьи вспомнил. Писание же намного ярче это сегодня, так сказать, обрисовало. И второе дало выход. Писание сегодня в нашей беседе, мы показали, что все-таки есть выход и есть свет в конце тоннеля. Тоннель под названием «Страх». И этот свет в слове, в молитве и в его великом святом имени, и в его святой крови. Хорошо. Спасибо, Юрий. Боже благослови. Спасибо. Господь да благослови, друзья. Спасибо, что вы были с нами на «Импакте». Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Любите Господа. Не бойтесь ничего. Избегайте всяких страхов. Призывая Его святую кровь на вашу жизнь, на вашу судьбу, на вашу семью, на ваших детей, на ваше служение во имя Иисуса Христа. Бог да благословит вас. Всего хорошего. Будьте благословены. Будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова